на ремонте вот такая панель газовая форал ее модель вот такая же и hf42 402 sst поломка есть две электрические комфорты дальняя большая работает это не работает включается табло можно выбрать режим нагрева все нормально основном но не нагревается хозяин сказал что сам элемент вот этот нагревательный он проверил прозвонил сам элемент работает звонится как бы он не сгорел но не включая для того чтобы разобраться необходимо снять как минимум верхнюю панель сбоку здесь есть два винта с одной стороны из другой откручиваем со всех боков есть винты откручиваем и затем снимаем верхнюю верхнюю стекло так скажем откручиваем винты снимаем и так после того как открутили снимаем панель значит она просто снимается отставляем и у нас есть так плата управления видим что сама сами тены сам тен принципе целый разрыва на нем нет но сейчас будем разбираться кто управляет включением здесь или релюшки или может быть тиристор стоит сейчас значит для того чтобы добраться увидеть куда подключается провода откручиваем вот эту верхнюю плату здесь три винта отставляем ее в сторонку будет доступ к нижней плате именно нижняя плата нагрузка нагрузкой управляется тут можно не теряем такие прокладочки температурные на разъеме можно отсоединить убрать вот здесь прокладочка это температурная просто подставочка значит смотрим мы идем вот этому контакту а красный код этом но синий наверно общий получается что два общих сюда идет на плату едва на вот эти вот управляющие элементы сейчас посмотрю что именно и не управляет получается что проблема где-то в этой плате и скорее всего вот в этом блоке дающим всего всего вам бог сейчас разберемся прозвоним для этого нужно открутить эту плату откручивается тоже на трех винтах маленькие винты беленькие нужно все сфотографировать для того чтобы или подписать для того чтобы не перепутать куда что подключать как видим значит вот это вот силовые приходят от розетки фазой 0 и на одну из них прикручены напрямую один контакт тена а уже второй контакт тена подключается через силовые ключи сейчас посмотрю какие они ну и для того чтобы отремонтировать нужно снять плату подписываем сейчас я маркером подпишу например вот здесь два одинаковых разъема черный маркер один помечу тут и тут черным маркером потом что еще вот здесь отмечу что это вентилятор а тут один приходит красный другой синий поэтому возьму маркером синим и красным на платье отмечу чтобы не перепутать первую и вторую ну а эти тоже напишу тем более что у вас специально сниму сюда приходит синий сюда красный вот фаза 0 приходит сюда желательно именно сюда подавать фазу а сюда 0 для того чтобы не билось именно фаза управляется вот так выглядит этот разъем и вот сюда разъем вентилятора собственно и все это специально для того чтобы потом не перепутать значит я почти все открутил не такая простая задача так сильно стоят разъемы эти но уже я отсоединил почти все и могу вам мол предварительно значит вот эти два ключа они не сгоревшие предварительно во всяком случае одинаково звонятся то есть скорее всего оба не ушли строим но есть один нюанс если обратить внимание на на пайку то вот этот транзистор как раз вот этот идет от моего того который не значит у него есть такой не он сейчас если наведется хорошо значит раздавленный то так раздавленный до того что припой он натянулся до следующего вот эти вот два скорее всего замкнулись по какой причине раздавлено когда он прикручивается видите вот здесь вот прикручиваются винтом и он вот сюда винтом прикручивается а вот этот это вот это вот такая наплыв на пластике придавливает вот на этот то так он раздавил припой этот замкнул два контакта вот какая то такая получается заводской брак я сейчас попробую этот вопрос решить восстановлю пайку для того чтобы не было замыкания двух ножек транзистора и скорее всего это поможет во всяком случае большая вероятность сейчас определимся и так исправляем эту проблему которая возникла вот здесь вот пятак раздавленный и он зашел на эту сторону просто просто нужно поправить пятак немного слабоват вот это наверное и весь процесс ремонта нужно было здесь делать так чтобы не замыкались контакты все теперь не замыкаются эти два контакта и идем все на место все разъемы устанавливаем на место для того чтобы проверить помогло или нет что же я вот так вот предварительно не закручивая подсоединил все разъемчики включая в розетку так оно и работало вот сюда нажимаю это общее включение значит не работал именно 1 и вот так надо включить вентилятор тоже работал а вот печка не работала и смотрите сейчас загорается красный все работает дальше включаем следующий видно что красный так как она отсвечивает это он покраснел включая следующий смотрим за второй и вторая тоже накаляется и уже начинает блестеть точно то же самое обе работают выключаем все нормально ремонт произведён производственный брак что значит производственный брак как я и говорил на поле я выключил с розетки можно поднимать значит вот и из-за пластикового крепежа вот здесь он давит на пятак его нужно немного сточить получается тут наверное два крепежа один для маленькой другой для большой платы наверное как-то но какая-то модификация был один из этих крепежей вот на этот вот этот дальний показать вот этот крепеж нужен по на него крепится а этот нужно немножко сточить миллиметров на 5 сейчас возьму сверло и высверли его вообще полностью миллиметров на 3 наверное опущу ниже для того чтобы он не мешал иначе он снова надавит вот здесь вот крепление он снова надавит сюда и снова со временем выйдет из строя ну вот так произведен ремонт подписывайтесь на канал увидите как можно ремонтировать несложно различную готовую технику всего доброго увидимся на канале